Путешествуйте с Альфа-банком. Выбирайте куда лететь в сервисе Альфа Тревел и получайте супер кэшбэк на авиабилеты. А в эту Альфа-пятницу, 5 июля, даем 30 процентов кэшбэка на полеты в Сочи. Не просто выгодно, а Альфа выгодно. Мы начинаем собирать вещи. Вроде едем-то на пару дней, но все равно вещей будет много. Накупили подарков. О, красота. О, Гнеска будет довольна. Мы с собой даже собор взяли. У них там озеро, надо было плавать. Ребята, мы в раю. Ехать, кстати, на 5 часов. Начинается Москва-река. Хозяева. В Огнеске день рождения 5 лет. Это прям печаль. Ребята, вообще говорят, что Смоленск преобразился. Молодцы вообще. Крек, кусай самый вкусный кусочек тортика. Мы тут в прошлом выпуске ездили дикарями на АКУ с палаточкой. Мы заезжали в сервис, все оборудование перекидывали из нашей машины в дискарь. Потом, когда вернулись, перекидывали все обратно из дискаря в машину. И сейчас вот опять грузим чикс. Все на еду, в ноги. Ну, вот так вот. Блин, вроде большая машина, по факту, конечно, маловатая. Я уже не первый раз это говорю. Фух. Так, держи, у нас больше 30 градусов. Вчера заправили здесь кондюшник. Поедем. Очень комфортно. Это в ноги поставь под конди, и это тоже забирай в салон. Так, все, друзья, мы закрываем и едем. Мы типа-типа выехали. Мирушка вот остался со мной. Я смотрю выпуск как раз с АКИ. Тоже гляньте обязательно. А мы побежали в магазин, чтобы купить детворе сандалики. Мы же не просто едем в Смоленск. Ну, во-первых, увидеться с ребятами. Во-вторых, у Агнески, на день рождения, 5 лет. Мы просто обязаны были вообще поехать туда на любом транспорте. Рассматривали даже поезд. Но поезд нам на семью туда, обратно, вместе с каршерингом до вокзала и обратно дома выйдет примерно в 15 тысяч. Поэтому выпросили дискарик. Чего говоришь? Пайк. Чего говоришь? Мама, а чё? Мы работаем. Представляете, разглядел. Они вода между деревьев вообще идут. Увидел. Купили, купили. Молодцы. Что вы понимали, мы до сих пор не выехали с района, а вернулись домой, потому что что? Забыли сандалики. Для Мирошки взять. Да. Еще не выехали, а уже пакет с едой взорвали. Ну, яблочки. Руки протирайте. Ехать, кстати, на 5 часов. Надо под скаду быстренько проскочить, а потом на М1. В 4 где-то, да. В 5, наверное. Ну, скорее всего, в 5. Ладно, поехали. Берем пока по бетонке А107. Кто не из Москвы, не знает. У нас здесь параллельно бетонке построили ЦКАД. Это платная дорога. Я вот вообще люблю платные дороги, но при условии, когда недельные. Я вот все постоянно обсираю М4, потому что она, на самом деле, за нее платишь. Сейчас, по-моему, прям прилично получается, но по факту в некоторых участках стоишь. Особенно в сезон на этих пропускных пунктах стоишь. Когда платники, куда ты выскакиваешь, платишь деньги, и реально ты прям прешь. Вот как до Казани можно доехать там за считанные часы, там за 4, за 5 часов долететь до Питера так же. Вот это я понимаю. Вот это крутые платки. А вот когда ты едешь еще и на этих платках в пробках стоишь, это не гуд. Что вы думаете по этому поводу? Давайте обсудим в комментах. Вот, собственно, ЦКАД. Добро пожаловать. Прекрасно просто. И пошел. Красота. Здесь, кстати, история. Здесь не стоят никакие пункты. Здесь просто камеры считывают. Если есть этот транспондер, с него списываются деньги. Если нет, то заходишь в этот автодор, вводишь номер машины и там дальше оплачиваешь. Почему говорю про это? Потому что на самом деле многие не знают, как здесь оплачивать этот платник и избегают его. На самом деле вот все просто. А если вовремя не оплатить, там что-то штраф, по-моему, пятак придет. Поэтому лучше зайти сразу проверить свою машину. Вот табличка оплаты на автодор-тр.ро. Вот так оплачивается. Это мы как раз проехали пункт оплаты. Появилась табличка Смоленск. Все с этой дороги мы съезжаем. Естественно, можно поехать по бесплатному участку вот сюда вот. Но что-то меня как-то это не особо возбуждает. Поэтому поедем по платнику, заодно посмотрим, сколько это все дело стоит. В 2022 году, когда мы ехали в Смоленск, мне здесь шлагбаум ударил по машине. Кто не смотрел выпуски, посмотрите. Была интересная история. И до этого они допутешествовали по Руси. Да. Карта, кэш, респондер. Куда? 170 рублей вроде стоит. Я так смотрю табличку. Да. Вы куда? Не надо падать. 170 рублей, как я говорил. И мы снова на платке. Ехали мы, ехали. И я вспомнил, что здесь начинается Москва, река, исток. Я говорю, давайте-ка мы точно остановимся и здесь немножко погуляем. Ребятки, кто едет по направлению Смоленск в Беларусь, там впервые либо всегда проезжаете, как мы. Мы реально всегда проскакиваем. Остановитесь. Не разгоняйте, прям буквально после поста сразу увидите издалека вот церквушку, она на реставрации. И вот здесь вот такой вот есть парк. Мородинское лесничество. Ну так для детей немножко. Стрядку доедете, да, можно размяться, перекусить. По-моему, вот здесь берет Москва-река свое начало, но сейчас все огорожено, все на реставрации. Поэтому, так, одним глазком. Добро пожаловать в Смоленскую область. Тут реконструкция стелы идет. Все, мы в Смоленской области. Ближе к Смоленску уже начинают продавать зеленую карту на Беларусь. Мы тоже где-то здесь в этом районе тогда покупали, когда ездили в Беларусь. Ты не смотрел выпуски? Смотрите. Мы все проголодались и решили заехать вот сюда. Хотели, конечно, вкусные точки, там такая акция классная. Но в итоге по пути ничего нету, только в самом же городе. А нам на него ехать еще часа полтора. Все, да? Спасибо. Все? Да. Едим? Едим. Все равно. Давай, чуть-чуть. Чуть-чуть. И зеленый какой-то, странный. Привет, Смоленск. Два года здесь не были. И вот наконец-то приехали. Все ребята будут рады нас видеть. К нашему приезду все люди из Смоленска ушли, чтобы поснимать Смоленск безылюдно. Видите, вообще почти никого нету. Абсолютно пустые улицы. Так прикольно. Опять никого нету. Вообще класс. Смотрите, скверы пустые. Спасибо за организацию пустого Смоленска. Ребята, мы в раю! Наконец-то, наконец-то мы добрались до этого замечательного места. Мы в раю, ребятки. Именно здесь живут наши друзья. Самбат, Ксюша, Алиса, Агнеса. Нам остались считанные метры. У нас две машины тут стоят в Мажоры. В наглую вот так вот прям заезжаем. Вот так вот. Мажоры. Вот так вот. Мамочки. Вот так вот. Мамочки. Мамочки. О! И пошлите скорей здороваться. Хозяева! Ха-ха! Здрасте! 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 Мы доехали! Маленькая! 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 Ха-ха! Как она протянула! Здрасте! 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 Маленькая! 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 Лариса, скажи привет, дядь Наташа, скажи привет. Привет. Пока детства мы добрались. Второй этаж полностью детский, здесь отличная идея установить качелю. Правда, Родик прям... Родик, ёпарасоте, не надо так делать в доме, вот серьезно, закончится грустно. А потом в наших рядах футбольного клуба пополнение. Оооо, это прям печаль. Мы перекусили, поиграли маленько в футбол, все употели и надо срочно доехать до озера. Вообще можно идти пешком, но мы решили, что у нас очень много детей и еще САП, поэтому доедем. Вот так вот в две машины. Кто-то живет прям вообще вот возле озера. Мы сейчас САП накачаем и будем плавать. Сама-то говорит, столько машин вообще никогда здесь не видел. Походу там людей видят сейчас тьма. Ну какова красота вообще. Сейчас мы надуем САПчик. Давай, Игнеса, ты ей отвечаешь за САП, ты будешь качать. Окей, сможешь? Ладно, папку твой будет качать. Все, отправили ребят плавать. Мирошка, дети. Да, ребятки, вон уже куда уплыли. Настенка залезла. А где детка? Да, вот так вот где ничего не видно, где-то что находится. Вон Родик ныряет, вообще непонятно, где он. Стремненько. Мироша, ты пойдешь купаться? Нет. Почему? Ты ножки будешь мочить? Ну ладно. Плавали мы значит на САПе, но, да конечно вообще, вот такое вот острие торчит, и когда мы лазили САПа, все, он попал на эту железку. Там такой свист был, я думал, сейчас меня как это, в мультике отнесет, будет вот так болтать. Ну да, как мотором, да? В общем, сейчас пойдем клеить, спасать САП. Увы мои, так. Алиса такая, опа, опа. Родимон теперь с Алисой. Аккуратно, Родик. Не поднимай. За ручки, за ручки. Самое лучшее детство, это кушать грядки, горошек. Кушать, сыночек, кушайте. Алис, ты что жуешь? Кнопочка, ты что жуешь? Мироша, иди я тебе ягодку дам. Ребят, тут клубничка небольшая, и такая вкусная, домашняя. Ну-ка, Мироша, оп-оп, ягодка-малинка. Ай, вот она, похитительница клубнички. Алисонька. Тебе надо дать? Да ты мое солнышко, да я тебе сейчас вот тут тоже отломлю ее тут. Приготовили, готовим, еще готовим. Слава мариновал. Слава мариновал, Саббат помогал, разжигал мангал. Дети грядки рвали. Ой, кайф. А где у нас один сбежавший? Пока мальчишки в футбол играют, бежалится рыбка, малышня купается. Кайф, да? А у кого завтра день рождения? У кого завтра день рождения? Не знаете? У кого день рождения завтра? У меня. У Агнесоньки. У меня. У Агнесы, да. Ну рай же. Как из рая уезжать? Вот как уезжать? Просто рай. Мы все кушаем в беседке, а один человек у нас отказался кушать с нами. Ксюша показала грядки с клубникой, с горохом. Что вы думаете? Мироша тусуется весь ужин на грядке. Что кушаешь? Показывай. Что кушаешь? Горошек кушаешь? Какой? Показывай. Ага. Ага. Вот так вот? Как ты его кушаешь? Ааа. Это я кушаю. Угу. Ага. Дааа. Вот так вот. Все грядки объели. Я пошел в дождь съел. А все что говорит. Вот говорит для кого я сажала. Вот Мироша стоит здесь уже полчаса и ест. Ребята, вообще говорят, что Смоленск преобразился. Там что-то новое у них появилось. Поэтому... Ну, мне нужно гулять лучше вечером. Поэтому сейчас собираемся и на закате уже отправимся в центр города. Гуляем, посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин припарковались прямо под крепостной стеной. Основная стена крепостная Смоленска. Здесь, ребята говорят, открыли лучший ресторан в Смоленске. Ждем приглашение в этот ресторан. Пойдем потом кушать. Эта стена защищала не только Смоленска, а всю Россию. Поэтому, ребятки, здесь погулять это особое удовольствие. История там получается вокруг всего города была. Мирошка увидела Человека-паука. И мы быстро идем к Человек-пауку. Посмотрите, какой здесь прекрасный парк. Все так светится, да? Два года мы здесь не были. Мирошка, смотри, Человек-паук. Дали, в общем, какие-то конфетки. Да. В общем, Мирошка рада. Еще вот это все красоты два года назад не было. Даже слышу, там ребята приходят и говорят, о, как сделали классно. Вообще, все изменилось. В общем, в Смоленске, я говорю, можно ставить пример для городов, которые не Москва. Вот, поющий фонтан сделали с подсветочкой. Смотрите, сколько народу собралось здесь, чтобы это все посмотреть, увидеть. Фонтан в кольце. Позже, поющий фонтан в кольце. Командиран! Фонтан в кольце. Идем здесь! О, поющий фонтан в кольце! по всему парку установили вот такие вот красивые качели с подсветкой и здесь прям огромное количество все украсили блин молодцы вообще это главный смоленский трофей вот так вот выглядит еще мне нравится что в центре все здания подсветили вот можно подойти к зданию смотрите отсканировать qr-код и получить всю информацию везде отеля и максимум 5 звезд а в смоленске 8-звездочный а а а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все нарядились Мы прям почти все в одном стиле И отправляемся отмечать уже День рождения Агнески Супер Прикиньте, парни, залипли в аппарат и родик с первого раза вытянул Для Агнеси подарочек, да? Агнесе подаришь? Угу Небольшая фотосессия, но теперь все, дети отправляются развлекаться Папа, одевают всем детям браслетики Подождите, сейчас пойдете Безумно огромное пространство вообще Че здесь только нету? Ой-ой-ой Парни вон прыгают У меня Мирошка водит по каким-то лабиринтам Опа! Опа! Заветное желание Хорошо, ну что, загадала? Замечательно И чтобы оно исполнилось, скорее кусай самый вкусный кусочек тортика Давай лучше Молодец! И ура! И давайте все вместе сням! Ура! День рождения! День рождения! День рождения! День рождения! Ура! Путешествуйте с Альфа-банком Выбирайте, куда лететь в сервисе Альфа-тревел И получайте супер-кэшбэк на авиабилеты А в эту Альфа-пятницу, 5 июля Даем 30% кэшбэка на полеты в Сочи Не просто выгодно, а Альфа выгодно Пока дети играют, тут уже ребята нас заказывали разных закусок Я хочу посмотреть, что здесь назаконило Я хочу посмотреть, что здесь назаконило Пока все дети веселятся Там Мироша строит себе большущую железную дорогу Катает поезд Мирош, ты же на день рождения пришел А, Мирош? Мирошка? Мирош? Пойдешь танцевать? А что, будешь строить? У Мироша своя дискотека Свои занятия, да? Ну вот, ему нравится это больше Пока все веселятся Мироша один тут играет Давай, Тауэй Давай, Тауэй Ну вот и все Едем домой Если бы нам не срочные дела в Москве Мы бы остались Потому что сегодня большая тусовка Здесь у ребят Кататься на лодках На озере На вейкбордах Но нам нужно очень срочно в Москву Мы вообще проспали Мы опаздываем Плюс ко всему мы еще забыли документы Которые нам нужны Нам придется заезжать сначала домой Потом ехать в центр Москвы Короче, такие вот дела Ну ладно Теме интереснее Да, было очень круто Было очень круто Пусть мало, но очень круто В общем, как я люблю говорить Путешествуйте Пусть вас никогда не пугают расстояния Даже вот так на выходные Смотаться за 500 километров от дома Это круто Жизнь одна, она проходит быстро Поэтому путешествуйте, ребят Жизнь – это движение Это, да Редактор субтитров А.Семкин